Учебный год по-новому Донбасса обеспечат российскими учебниками. В России выросли продажи книг по грамотности речи. С чем связаны такие показатели? День исполнения желаний в Булгаковском доме. А теперь подробнее об этих и других новостях. Школьники Народных республик Донбасса, Херсонской области, а также освобожденных территорий Запорожской и Харьковской областей в начавшемся учебном году будут обучаться по российским образовательным стандартам. Через фонд «Русский мир» для Донбасса закупили около 5 миллионов учебников, большая часть из которых уже дошла до школьников. Подробности в следующем сюжете. С началом осени школьники Донбасса и освобожденных территорий Украины начали учиться по российским стандартам. На протяжении нескольких последних месяцев образовательная сфера республик и регионов работала над тем, чтобы синхронизироваться с российской системой. Преподаватели и руководители учебных заведений повышали квалификацию, проходили преподготовку. Россия помогла отремонтировать школьные здания, укомплектовать фонд учебной литературы. Школы также получили оргтехнику и компьютеры. Через фонд «Русский мир» для Донбасса было закуплено около 5 миллионов учебников, большая часть из которых уже поступила в школьные библиотеки. Донецкому републиканскому институту развития образования было передано 2 миллиона 513 тысяч девяносто семь экземпляров учебной литературы для первых одиннадцатых классов практически по всем учебным дисциплинам. Цель – организация образовательного образования в Донецкой Народной Республике. Ну и в дальнейшем данная учебная литература, она была распределена нашим институтом фактически по всей территории республики. Это и освобожденные территории, и исторические территории. Помимо общеобразовательных учреждений, учебную литературу получили специальные школы-интернаты, техникумы и колледжи. Эти книги позволят нам заниматься по программам Российской Федерации более качественно, ну и безусловно все школы очень благодарят и рады такой возможности. Спасибо большое от нас всех. По мнению педагогов и руководителей школ, полученная литература будет способствовать повышению качества образовательного процесса Донецкой Народной Республики, а также дальнейшей интеграции образовательной системы республики в образовательное пространство России. Многие школы в регионах уже получили свидетельство о государственной аккредитации Российской Федерации. Продажи справочников по пунктуации и орфографии в России выросли за последний год почти на 10%. По данным книжного интернет-магазина «Литрес». О том, что повлияло на повышение спроса, в материале моей коллеги Евгении Фахурдиновой. Согласно данным книжного интернет-магазина «Литрес» наблюдается рост популярности литературы в категории «Русский язык», в которую входят справочники по пунктуации и орфографии, словари, энциклопедии и издания, посвященные грамотности. Продажи в этой категории в денежном выражении выросли почти на 10%. На первом месте оказалась книга «Извините, я иностранец» Крейга Эштона о его переезде из британского города Манчестер в Санкт-Петербург. На втором месте «Русский язык. Твоя грамотность в твоих руках» Саида Ильясова о правилах русского языка и происхождении русских слов. Третье место в рейтинге заняла книга «Толковый словарь современного русского языка. 100 тысяч слов и словосочетаний» Дмитрия Ушакова. Затем идет книга «Речь как меч» Татьяны Гартман о правильном построении устной речи. Какие же еще книги могут посоветовать сотрудники группы компании «Литрес» для усовершенствования русского языка? К моему сожалению, в топ-5 по количеству проданных экземпляров «Литрес» не вошло великое произведение переводчицы Норы Галь «Слово живое и мертвое». Я рекомендую его всем тем, кто интересуется русским языком и правильным словоупотреблением. Кроме того, иностранцам, которые сейчас изучают русский язык, я рекомендую книгу филолога Максима Крангауза «Русский язык на грани нервного срыва». Кроме того, можно прочитать классический труд Корнея Чуковского «Живой как жизнь». Читайте хорошие книги, которые помогут усовершенствовать ваш родной язык или же выучить новый. Евгения Фахурдинова специально для телерадио-компании «Русский мир». Накануне в Москве в Центральном доме кинематографистов начал свою работу 6-й международный русский кинофестиваль. Фильмом-открытием стала документальная картина «Русский мир. Бисера. Кирова», приуроченная к 80-й годовщине со дня рождения заслуженного артиста России. О том, как прошла всероссийская премьера на большом экране, расскажет Екатерина Матвеева. Это был настоящий русский. Это был настоящий болгарин. Это был настоящий человек. Именно так с уважением и с теплотой в сердце вспоминают Бисера Кирова, его друзья и коллеги, которые пришли на большую премьеру документального фильма «Русский мир. Бисера Кирова», выпущенного телерадио-компанией «Русский мир». Настолько удачно раскрыт образ Бисера Кирова. Я его друг, мы с ним на протяжении многих лет сотрудничали. Я выполнял, по сути дела, по его заказу, писал ему стихи, он писал музыку. И у нас получилось такие очень удачные произведения, мне кажется. Фильм нужен, точно так же, как и память о Бисере Кирове нужна. Я в то время, когда познакомился с Бисером Кировом, был уже руководитель председатель Алтайского края в Москве. У нас, как в фильме было показано, Алексей Скурлатов – это прототип памятника Алёше в Пловдеве. На этой почве между Бисером и Алтайским краем настоящая дружба завязалась. Это одна из связующих таких нитей между российским народом, алтайским народом и болгарским. В СССР музыкант дал более 200 концертов. Он назвал Россию своей творческой родиной. О дружбе с самым известным русским болгарином, о его популярности и о невероятных человеческих качествах в фильме рассказывают близкие и друзья. Александра Пахмутова, Максим Дунаевский, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Ренат Ибрагимов и многие другие. Прошу, задвигайте вам в лек военного абсурда. Встревы потрясают тишину. Убийцы все капризней. Боссы рекламируют войну. Торгуют нашей жизнью. To be our not stupid. 8 декабря 1969 года мы его взяли на руки и поставили на сцену Пет на День студента. И так началось его публичное проявление. И он показал то, что может. Много о нем можно писать, показывать. И все, что делал, вот в этом духе. Пусть этот фильм будет основой оставшихся фильмов. Данная кинокартина стала фильмом-открытием 6-го международного русского кинофестиваля, в котором принимают участие современные произведения игрового и документального кино на русском языке. Гостей масштабного события в мире кино поприветствовал директор фестиваля Андрей Халенко. Мы стараемся, стараемся, пытаемся, стремимся подбирать фильмы и комплектовать так вот, формировать программу кинофестиваля, чтобы и нам самим, как людям русским, которые хотят разобраться, в чем, собственно, особенности русской души, русского характера, и в чем особенность русского мира, в чем сила его. В кинолентах-участниках фестиваля рассказывается о событиях, явлениях и традициях русского мира, об особенностях русской души и русского характера, которым и обладал бисер Киров. Екатерина Матвеева, Андрей Челышев, специально для телерадиокомпании «Русский мир». Веселый дождик свой рассыпал бисер и нас друг другу подарил. Вот уже который год, в последнюю субботу августа, музей-театр «Булгаковский дом» по доброй традиции открыл свои двери для всех желающих, приглашая на праздник День исполнения желаний. Раз в год, в конце лета, сотрудники театра подготавливают насыщенную программу для тех, кто умеет мечтать. Торжественным завершением дня стало долгожданное событие. Какое? Узнаете далее. В последнюю субботу августа на протяжении нескольких лет «Булгаковский дом» исполняет желания. Вот и этот год не стал исключением. День исполнения желаний – это праздник с удивительной историей, окутанной магией. Приходили посетители и оставляли здесь в плентусах записочки, щелочках. Мы сами про это ничего не знали. Нам приходила уборщица, доставала из подола записки и спрашивала, что с этим делать. В какой-то момент уже стали приходить посетители, я сама стояла на рецепшене, и приходят люди. Я говорю, здравствуйте, вы сейчас находитесь в музее. Они такие, мы все знаем, и куда-то уже целенаправленно идут. Я к ним подошла, пообщалась. Они сказали, что у нас исполняются в нашем музее желания. Тогда у нас возникла коллективная идея установить ящик и назвать это «Ящик желаний» или «Почта любви». В этом году день исполнения желаний завершился по-особенному торжественным открытием капсулы времени, заложенной 10 лет назад. И вот 10 лет назад так произошло. Мы впервые установили в нашем музее капсулу времени. На праздники мы делали большую фотографию со всеми гостями и вывесили список, на котором гости писали свои желания, свои пожелания, свои хотения. Вот, собственно, список желаний и фотокарточку мы поместили в капсулу времени. Сегодня, в 2022 году, мы впервые извлекли первую капсулу времени нашего музея. Теперь на месте прежней капсулы расположилась новая, в которой на протяжении 10 лет будут храниться и постепенно сбываться чьи-то мечты. Ведь Булгаковский дом – поистине магическое место. О самых интересных событиях из жизни русского зарубежья вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране-городе проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собака.яндекс.ру До новых встреч и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова